Всем привет! Добро пожаловать на 14 урок школы Roblox 2020. Сейчас я вам расскажу, как игроки могут взаимодействовать друг с другом. Причем игроки из разных команд. И, например, даже команда зомби, как мы в прошлом уроке, разделили игроков на 5 команд. И когда мы поймем, как обнаруживать столкновение игроков, например, чтобы зомби мог выкусить или заразить наших игроков, мы уже сможем переходить к созданию оружия и стрельбы свой-чужой. Например, чтобы из своей команды никого не ранить, или чтобы оружие некоторых видов работало только на зомби и так далее. Или чтобы самому не пораниться своим оружием, или не подорваться на своей гранате, что-то такое. Так, что мы сегодня будем делать на этом уроке? Сделаем так, что два игрока из разных команд, или даже из одной команды, они должны как-то определять, чтобы произошло столкновение. Например, для того, чтобы произошло заражение зомби, чтобы игрок стал зомби, если он еще не зомби, не в команде зомби. Но, так как задача довольно сложная, я разбиваю ее на две. Сейчас мы начнем с простой. Так, нам нужно создать скрипт, локальный скрипт, и мы его сейчас положим не на сервер, а внутри нашего игрока. Итак, в нашем эксплорере есть папка Starter Player, есть Starter Character Scripts, и мы туда давайте положим скрипт. Вот я уже заготовку сделал. Итак, пока этот скрипт ничего делать не может. Он будет печатать имя того игрока, с кем вы столкнулись. Тестировать мы будем не стандартной кнопкой Play, а с помощью вкладки Test. Давайте я сделаю два игрока. Давайте я все-таки запущу, наверное, и покажу, как это происходит. Сейчас загрузится сервер, и отдельно загрузятся два клиента игры. Вот ждем, когда они загрузятся. Загрузился сервер, и сейчас к нему подключится первый игрок и второй игрок. Player 1, Player 2. Так, это сервер. Мы игроков в нем пока не видим. Сейчас появится окошко игрока 1, игрока 2. Вот они. Окей. Кстати, у меня есть специальный урок про отладку игры, и про отладку игры для нескольких игроков. Так что, посмотрите специальный урок. Я здесь сильно останавливаться не буду. Так, игрок первый зашел. И второй зашел. Окей. Они пока еще ни в какой команде не находятся. Чтобы увидеть взаимодействие игроков, вкладка View, и включим. Давайте у одного игрока. Включим. Включим Output окошко. Так как у меня игра не паблишд, у меня вылезает левая ошибка немножко из роблокса. Не обращаем внимания, иконка не найдена от плагина. Так. Ну и что мы здесь видим? Печать. Так, давайте и у этого сделаем тоже. View. В следующий раз. Роблокс Студио запоминает, какие окошки были открыты. И он постарается то же самое открыть. Я хожу сейчас с каким игроком. Не знаю. Натыкаюсь на первого игрока, и мне пишут... Ой, на второго игрока, и мне пишут Player 2. Так. А у этого игрока пишут Player 1. Так как скрипт у нас одинаковый, и столкновение происходит, скрипт запускается при столкновении и этого игрока, и отдельно и у этого игрока тоже этот скрипт запускается. Хорошо. Так. Ну давайте теперь еще рассмотрим наш скрипт. Остановил сервер. Посмотрим, что делает скрипт. Вначале получаем ссылку на службу Players. Она мне здесь нужна только вот для этой строчки. Чтобы я получил ссылку на локального игрока. На плеера, который представляет самого, ну, текущего игрока. Текущего это тот, который сейчас сидит за компьютером и играет в нашу игру. Такс. А второго игрока или других игроков мы будем уже с помощью события получать. Но это я получаю как бы ссылку на самого себя. На главного игрока, который толкается. Вот у нас будет Player 1. А все остальные игроки, ну, точнее, тот, с кем мы уже сталкиваемся, он будет в переменной Player 2. Давайте я запущу скрипт здесь и посмотрим, выдается строчка или нет. Да, выдалась строчка LocalScript Parent Roblox M. Это мой персонаж. Кликаем на нее и нам открывается скрипт. Здесь я могу уже остановить скрипт. Вот мы в этой строчке. Что она выдает? Я попросил напечатать родителя, где лежит этот скрипт. В чем, в какой папке он лежит. И он напечатает. LP Roblox M. Это значит, в персонажи, ну, в характере, в характере. В характере моего игрока лежит этот скрипт. Окей. Причем он лежит в локальном хранилище, в локальных скриптах. Я надеюсь, я вам объяснил на прошлых уроках, что такое серверные скрипты, обычные скрипт и локальные скрипты, которые запускаются на компьютерах игроков по всему миру. Так. Ну, ладно. Мне эта строчка уже не нужна. Она нужна была только для того, чтобы понять, что все ли правильно. В той ли папке я расположил наш скрипт. А скрипт располагается, как вы видите справа. Starter Character Scripts. Здесь можно большое количество скриптов разместить в этой папке. И они все запустятся, когда будет уже загружен персонаж игрока. Можно разместить эти скрипты вот в этой папке Player. Но тогда в тех скриптах нужно ждать, пока загрузится character, персонаж. Ну, как бы, здесь уже эти скрипты чуть попозже запускаются. Если я правильно помню. Следующий скрипт. Я получаю ссылку на своего игрока. Мне не только нужно ссылку на персонажа, character. Ссылка на нашего персонажа, character. Вот она здесь находится. В script parent. Если что, я могу где угодно скрипт parent написать. Нам им понадобится игрок. Как получить текущего игрока? Я пользуюсь службой Players. И в локальном скрипте, к сожалению, на скрипте, если этот скрипт запущен, если он лежит где-то в скрипт, в папке, вот здесь. Service Script Service. Здесь будет ошибка. Эта штука срабатывает только для получения ссылки на игрока. Так. Здесь я получаю ссылку на Manoid Root Part. Это та штука, столкновение которой и о которую мы будем определять. Итак, в нашем персонаже, character. Помните, я говорил, что он у нас хранится вот здесь. Так как мы в персонаже, внутри характера наш скрипт. Итак, чтобы не создавать лишнюю переменную, а так я мог написать LocalCharacter присвоить script parent. Нам это не надо, потому что мы это один раз используем. Двоеточие. WaitForChild. Я жду, пока загрузится деталька. Такая прямоугольная деталь. Она находится в основании нашего персонажа. С названием Humanoid Root Part. Кстати, давайте посмотрим на эту деталь. Вообще всегда интересно. Ну, например, игрушку вы какую-нибудь купили. Вам ее интересно разобрать, посмотреть, что там внутри. Давайте посмотрим, что внутри нашего человечка. Так как персонаж загружен уже на сервер. Мы сейчас видим Explorer как со стороны сервера. Так, Workspace. И вот персонаж с моим именем. Открываем его и смотрим, что внутри есть. Есть BodyColors. Есть Humanoid. И вот есть у нас Humanoid Root Part. Нам ее, по-моему, даже выделили. Но она не в основании. Оказалось, она внутри тела. Как торс. Понятно, что выделяем детали и нам их выделяют. Итак, когда персонаж вот этим своим торсом толкнет какого-то другого персонажа торсом, мы должны это событие отследить. Но это все очень просто. Все очень напоминает событие Touched. Мы его уже использовали. Но здесь мы это событие прикрепим к груди героя. Грудь героя находится в Humanoid Root Part. И поэтому мы создаем какую-то функцию. Давайте не смотрим, что в ней. А дальше вот эта вот грудь. Humanoid Root Part. Touched событие, как и у любой детали. Например, можно хоть на правую руку, хоть на левую ногу, хоть на голову нашего игрока это прикрепить. Итак, прикрепили вот на эту деталь. Touched. С помощью коннекта вызываем функцию. Untouch Other Player. Это означает, ну я название примерно так написал. Срабатывать во время прикосновения с другим игроком. Окей. В параметр передается, как вы помните, в событии Touched, нам передают ту детальку, которая нас коснулась. Это может быть рука, это может быть голова, это может быть торс, нога и так далее. Как же определить по руке, ноге и голове другого игрока, кто же нас коснулся. А дело в том, что у нас у головы, руки или ноги, у них есть родитель. В какой папке они лежат. А мы сейчас с вами смотрели, помните, Workspace и имя моего персонажа. А внутри уже разложены все эти руки, ноги и торс. Так что, чтобы добраться до этой папки с моим именем, ну с моим персонажем, мы должны до персонажа, мы берем просто родителя у этого хита. Hit.parent. Итак, вот в этом выделенном тексте уже находится не рука, нога или торс, а ссылка на сам персонаж, на нашего человечка. А есть такая удобная функция, которая есть в службе Players. Получи игрока из персонажа. И вот мы передали персонажа, и получается вот эта вот функция выдаст нам ссылку на игрока. Все. Таким простым способом, раньше это было сложнее делать в Roblox, там всякие поиски, все это медленно работало, вот это работает очень быстро. Итак, мы наконец получили ссылку на второго игрока, с кем мы столкнулись. Но мы еще не знаем, игрок ли это или нет. В Player 1, как вы понимаете, тот кто толкает, а во втором, с кем мы столкнулись. Вот. И следующая строчка я уже печатаю, ну не имя, а по крайней мере то, с чем мы столкнулись. У этого то, с чем мы столкнулись, может быть имени даже и нет. Давайте. А, я уже запускал тест и пытался толкаться, и у меня в строчке первого игрока писалось Player 2, значит мы с игроком 2 столкнулись. А помните, в окошке игрока 2 то же самое писалось, но писалось Player 1. Вроде бы нормально. Но, я мало вам показал экспериментов, иногда игрок игрока не может найти. Например, столкновение, но непонятно с чем. Знаете, непонятно с чем бывает столкновение. Вот у нас вроде бы у игрока в руках ничего нет, а на самом деле у него есть хендл. Просто он невидимый. Какой-то невидимый инструмент в руках, не знаю откуда это происходит, но тем не менее, иногда сюда приходит ссылка не на игрока, а например на хендл. Естественно, точнее вот здесь персонаж, допустим хендл. Мы не можем получить, а хендл у нас находится, я уже не помню где он, в какой вложенной папке находится. Но в любом случае, если нам случайно приходит хендл, мы не можем получить игрока. Поэтому, чтобы все нормально работало, мы должны проверять, есть у нас игрок или нет. Так, давайте вот эту печать уберем. Она была ознакомительная. Так, что мы теперь проверяем? Мы проверяем после того, как мы столкнулись, событие на столкновение этого торса нашего игрока с торсом другого игрока произошло. Мы проверяем, есть ли другой игрок. Столкнулись мы действительно с игроком, а может мы с каким-нибудь патроном столкнулись и так далее. Нас спасает вот эта функция Get Player From Character. Если мы столкнулись с каким-то патроном или неважно с чем, она никогда из этого патрона игрока не сделает. Понимаете, за нас Роблокс уже думает. Нам не нужно всяких условий лишних, это здорово. Поэтому, если мы столкнулись с какой-то, извините, с неизвестной летающей штукой, не с игроком, то здесь всегда будет нил. А этот нил работает как ложь. Поэтому, если мы такое условие напишем здесь, и в Player 2, то дальше, то здесь истина будет, только если игрок был найден, с кем мы столкнулись. Дальше мы должны, ну это я уже дополнительные проверки делаю, если этот игрок уже в какой-то команде. Дело в том, что нейтральные игроки, которые не коснулись ничего, или мы их никуда не распределили, у них еще нет команды. И поэтому вот это поле пустое. Я на всякий случай, чтобы у нас скрипт не вылетал дальше, где я сравниваю эти тимы, я сравниваю. А этот тот, с кем мы столкнулись, он уже в команде, или он новичок, который еще не успел определиться, стал стать зомби или в какую-то команду. Если он новичок или зомби, мы на него плюем и ничего не делаем, пока он не успеет в лобби получить профессию, или стать зомби и так далее, по своему желанию. И еще мы проверяем. А мы сами в команде, потому что вдруг мы тоже нейтральный человек, и нейтральный человек мы пытаемся кого-то толкнуть. Естественно, у нас не оружие есть, и мы еще не готовы. Поэтому только при условии, что мы толкнули человека, у этого толкнутого человека есть команда, и у нас есть команда, тот, кто толкал, то тогда вот что-то здесь сделать. Иначе мы делаем вот как. Тут у меня комментарий, может быть плохо видно серым, потому что оба игрока нейтральные. Ну, к примеру, или мы толкнули не игрока, просто здесь не записывали. И давайте вот здесь раскомментирую, и попробуем, нет игрока или игрок не в команде. Я бы сейчас запустил тест, но вы помните, как долго запускать, поэтому давайте я уж вам объясню. Нормальный текст, кстати, урок подходит к концу почти. Так, давайте здесь будем печатать вот такие команды. Итак, если мы действительно столкнулись с каким-то игроком, если он существует, и он в какой-то команде, то мы напечатаем и самого игрока, и в какой команде он находится. Дальше напечатаем то, чем он к нам прикоснулся, например, рукой, ногой. А, точнее, на шторс, чего у него коснулся, ноги, руки или головы. Потом, ну здесь просто тим печатался, а здесь еще и имя команды, но это излишнее. Наверное, излишнее. Давайте не будем. Ладно, пусть остается. Давайте запустим. Выдаю в обоих строчках, в обеих строчках, почти одно и то же. Так, ну надеюсь, что сейчас тестовый сервер побыстрее загрузится. Так, сервер запустился, сейчас два игрока. И понаблюдаем. Я попробую столкнуться с двумя первым игроком, толкнуть второго, пока мы еще ни в какой команде не состоим. Итак, пытаюсь первым игроком второго. И мне пишут, что нет игрока или игрок не в команде. И то, чем, что нас столкнуло. Правая рука, правая нижняя, там рука правая и так далее. Так, и то же самое для другого игрока. Ну давайте теперь попробуем одного игрока сделаем зеленым, второго игрока сделаем красным. И попробуем уже их посталкивать. Так, зеленым толкаю красного. А, ребят, вот почему не видно. У меня тут... Да, вот сейчас все видно. Толкаю. Игрока. Так, так, так. Где же здесь посмотреть? Ага. Вот это окошко второго игрока у нас. Просто их надо переставить. Роблокс запоминает окна. В каком положении были. И в таком их делай. Вы были у меня немножко наоборот окна. Но это не важно для проверки. Итак, вот это у меня первый игрок. А, ну вот даже здесь написано. В команде красных плеер 1. В команде зеленых плеер 2. Так, можно окошко чуть увеличить. Когда здесь будет помещаться. Видите, здесь справа немножко... Ну, ладно, нужно еще окно, видимо. Да, вот увеличил. Все, теперь видно всякому. Итак, я нашим плеером 1 прикоснулся к нашему игроку зеленый. Он мне пишет player 2. Вот смотрим скрипт player 2. Здесь просто совпало с названием переменной. Не обращайте внимания. Здесь мог быть хоть Вася, хоть Петя. И команду печатают этого. Вася или Петя, с кем я столкнулся. Так, и вот мне печатают его команду. А команда у него greens. Понимаете? Я из красных столкнулся вот со вторым, а второй в команде greens. Окей. Значит, у меня хорошо эта строчка отработала. А дальше печатаем то, чего нас коснулось. Нашего торса. Так. Нашего торса коснулась его левая верхняя рука. Например. Окей. И тоже печатаем его команду. Team greens. Здесь было название. А здесь просто команда, по-моему. Нет, это у нее такое имя получается. Так. Team. А, понятно. Здесь пробел просто у нас не видно. Team greens. Окей. Так. Ну, останавливаем. Все отлично. Так. Давайте. Это я пока не... Ну, закомментирую одну строчку. И все. Осталась у нас уже вот такая вот штука. Здесь я хочу определить сразу, чтобы в будущей игре. Я зомби или я охотник. Мы потом здесь будем добавлять код заражения, что зомби, если я зомби и толкнул, толкаю у кого-то, плеера, ну, второго игрока, я его могу заразить. А здесь у меня команда, что я охотник. Я толкаю либо другого охотника, либо другого зомби. Ну, давайте проверим. По крайней мере, будет видно. Должен наш скрипт определять то и другое. Запускаем. Надеюсь, у вас в компьютерах побыстрее запускается тестовый режим для нескольких игроков. Хорошо, вот здесь, ой, еще быстрее запустился. Хорошо, вот здесь можно тестировать без публикования игры. А то некоторые режимы, вот, например, Localization, перевод на разные языки, он без запуска игрового клиента просто Roblox, не Studio. Он работать не будет полноценно. Поэтому там вообще интересно будет урок записывать. Так, прикольно. У одного игрока сглюкануло и не загрузилось. Персонаж не загрузился. Так. Ну, вот у нас стандартное сообщение. Когда нет игрока, когда игрок не в команде. И тот, и либо тот не в команде, либо я не в команде, либо оба не в команде. Давайте, вот этот у нас красный игрок 2. Давайте, давайте игрок первый, пусть будет зомби. Так, что-то у него не произошло. Не получилось. Вообще плохо подгрузилось. Давайте еще раз запустим тестирование. Бывают такие глюки. Иногда Roblox Studio зависает. Не расстраивайтесь, просто перезапустите еще раз. Все будет хорошо. И напишите в комментариях, хорошо вот так уроки разбивать по темам, чтобы не больше 20 минут, например, урок один снимал. Или нужно пилить там, чтобы урок был час. Мне кажется, покороче, получше. Тут можно сразу что-то понять, не понять, задать вопросы. Не стесняйтесь, в комментариях спрашивайте. Мы подскажем. Так, здесь все подгрузилось и здесь подгрузилось. Так, этим игроком, первым игроком стали красными. А игроком 2. Так, здесь, да, ну вот стали зомби. Окей. Теперь давайте попробуем потолкаться. Нажимаем мусорное ведро. Это чтобы очистить output window. Толкаю зомби. Да, мне пишут, что я зомби, я толкнул. Кого я толкнул? Я толкнул игрока-плеер из красной команды. А на самом деле у меня тоже толкание происходит, срабатывает и для охотника. Здесь пишут, я охотник из команды Reds. Меня толкнул, ну или я толкнул. Тут видите, когда два человека сталкиваются лбами, не ясно, кто кого первый толкнул. Они же одновременно прикоснулись друг к другу. Поэтому и тут, и у этого игрока, и у того игрока все это запускается. Нам нужно по-разному будет реагировать. На прикосновение охотника зомби никак не должен реагировать. Если охотник не нападает, мы должны на прикосновение оружия срабатывать. А зато если нас зомби трогает, то, например, здоровье должно уменьшаться, и через некоторое время игрок должен тоже стать зомби, например. Так, ну вот, все отлично. Все, что мы хотели, мы сделали. В скрипте... А, нет, ребята. Давайте я расскажу, почему вот только одним локальным скриптом мы не можем обойтись. Давайте я сделаю так, что если я охотник, если я толкаю зомби, я, ну я же игрок один, я толкаю, я прыгаю, как заставить прыгнуть персонажа нашего, ну точнее нашего игрока. У нас внутри игрока, player1, есть персонаж, можно просто написать, где у нас ссылка на персонажа, script parent, ну так понятнее. Player, character, в нем есть гуманоид, а внутри гуманоида есть параметр jump, прыгать. Если мы в этот jump заносим true, то у нас персонаж начинает прыгать. Один разочек он прыгнет. И сразу в следующей строчке я говорю, и во второго игрока, которого мы толкнули, точнее, извините, я неправильно говорю, player1, кто ждет прикосновения, он touch, а второй это кто нас толкает. И тот, кто нас толкнул, тоже ему персонажа, и в гуманоид, в jump, мы тоже попросим его задать, не задать, а попросим его прыгнуть. Скрипт финальный, мы давайте теперь посмотрим, и увидим, работает у нас или не работает. А если не работает, то придется на следующем уроке думать, как же это решить, как эту проблему решить. Дело в том, что один игрок не может со своего компьютера в локальных скриптах что-то изменить на сервере, на серверном скрипте, или что-то изменить в скрипте другого игрока. Дай бог другого. А иначе вы могли бы воровать чужие деньги, или, я не знаю, убивать дистанционно других игроков просто так. Нет, это не пойдет. Итак, делаем одного игрока, например, зеленым, а этого игрока делаем зомби. Давайте посмотрим. Все получилось. Все получилось. Теперь будем толкаться. Так, толкаем зомби. Так, почему-то у нас кто-то прыгнул. А кто у нас прыгнул? А прыгнул у нас охотник. Зомби не прыгает. Почему это происходит? Так, ну и давайте теперь вот так, наоборот, толкнем. И то же самое произойдет. Так, что-то у меня тут подключивает. Все срабатывает, но... Так, ну-ка опять зомби толкаем. Толкнули зомби, и у нас игрок прыгнул. Толкнули игроком. Ничего не произошло. Хотя, видите, здесь у нас все отображается. Все нормально. Давайте посмотрим на наш скрипт. Что же происходит? Так. Кстати. В этом условии, в первом, я проверяю. Если я зомби, то ничего не делай. Я это тот, кого толкнули. То ничего не делай, просто напиши. Я зомби. И это на компьютере у зомби будет напечатано. But put window. Но, если у вас нет команды, а, точнее, извините, если у вас есть команда, но вы не зомби, вот как я проверяю. Если то-то, то-то, иначе если. Иначе если, я опять проверяю. У player 1, у того игрока, которого толкают, не пустая команда, а пустая команда только у нейтральных игроков, может быть. Вот. Но тогда происходит вот что. Я охотник. Значит, кто-то меня толкнул. Зомби. Ну, значит, поведение правильно сейчас срабатывает. Я говорю, прыгни игрок, которого толкнули, и прыгни игрок, который толкнул. Но почему-то прыгает только у нас тот игрок, у которого этот скрипт сработал. Почему? Потому что локальный скрипт может менять поведение только вашего игрока. он не может никак влиять на player 2. Вы можете только узнавать его параметры, его скорость, его цвет, его команду и так далее. Чтобы что-то сделать с этим игроком, нужно пожаловаться. Это как, например, в классе. Вы сидите, вы не можете наказать Машу, которая в вас бросалась бумажками. Вы должны обратиться к учителю и сказать, Маша бросалась. Может, это нехорошо жаловаться, но это же пример только. Вы говорите учителю, Маша бросалась, и учитель, а учитель у нас как серверный скрипт, он уже наказывает Машу. Например, в родительский чат пишет, что Маша такая-сякая. Ну что, на этом урок мы заканчиваем. А на следующем уроке мы сделаем нашу учительницу. И с помощью Remote Event или Remote Function мы попросим нашу учительницу, чтобы она доказала полкающегося. Подписываемся, ставим колокольчик, заходим в наш Discord сервер, подписываемся в нашу группу ВКонтакте и вопросы задаем в комментариях к этому видео. И хочу сказать, что домашко подумать, что можно сделать с помощью такой функции, которую мы сейчас с вами разобрали.